Дюги, привет! Ребята, тоже привет всем! Привет! Сегодня заключительная часть повествования о нашем санне путешествия в Санне Псюдбург. Если вы пропустили первые две части, я оставлю вам на них ссылку в инфобоксе. Переходите, смотрите. Но сегодня часть третья. Сегодня я мало вам что покажу именно про город, потому что дело было так. Утром мы сдали номер и поехали вместе на барахолку, на Блашин рынок, на Удельную. И вы знаете, конечно, для Ани это было испытание. Это не то место, где ей хотелось быть. Ей было тяжело. Она не ныла, она не жаловалась, но ей было жарко, она устала, она понуру брела за мной, и я понимала, что ей неприятно. Но тут, знаете как, тут вариантов не было. Было два варианта. Либо не ехать туда вовсе, либо поехать на короткое время. В общем, я выбрала вариант поехать на короткое время. Оставить в номере я ее не могла, потому что нам нужно было сдать номер до 12 часов, и вечером был у нас поезд. Поэтому номер мы сдали, вещи оставили в гостинице и поехали, не торопясь, на барахолку. Мы там провели немного времени, поэтому покупок у меня было совсем немного. Вот буквально две. Две покупки, которые я вам сейчас покажу. Вот и все мои находки на барахолке на удельной. Всего лишь две, зато какие. Вазочку, фруктовницу я купила себе, а вот этот вот великолепный кувшин поедет в магазин продаваться. Не буду сейчас вам показывать, наверное, подробности или показать вам что, не знаю. Смотрите, вот такие кувшины я встречала. Я встречала их и на Авито, и встречала их в антикварных магазинах. Везде стоит клеймо ЛФЗ, здесь клейма нет. И мне кажется, что здесь еще иногда бывает золотая какая-то отделка. Золотой отделки здесь тоже нет. Из чего я могу сделать вывод, что возможно, ну, поскольку я же это покупала в Петербурге, возможно, этот кувшин кто-то унес с завода до того момента, как было поставлено клеймо. Во всем он идеальный, в нем нет никаких дефектов, ни сколов, ни трещин, ничего. Правда, клейма тоже нет, но качество превосходное. Очень красивый кувшин. Он будет продаваться в моем магазине. А себе я купила вот эту красавицу. Вообще, посмотрите, какая она прекрасная, какая она. Давайте немножко вот так вот уменьшу, чтобы вам было виднее. Посмотрите, какая она. Я еще не искала информацию, мы вот только приехали. Я здесь не вижу никаких клейм. И я могу предположить, что это первая половина прошлого века, до 50-х годов, я так думаю. Но точно информации у меня пока нет. Если у вас информация есть, то пишите, буду вам благодарна. Такая вот она чудесная, великолепная. Конечно, я ее оставлю себе. Конечно, я с ней расставаться не планирую. Вот, это все. Это все мои находки. Я встретила еще довольно много красивого стекла. Но, вы знаете, ехать с ручной кладью, тем более еще и носить это все весь день с собой, в рюкзаке, в общем, достаточно сложно. Поэтому вот это вот единственные две вещи, которые я решила купить и привезти. Ну что ж, будем планировать новую поездку. Может быть, тогда будет больше покупок. Конечно, барахолка это то место, которое лучше посещать без детей. И желательно в компании единомышленников. А еще лучше, наверное, в одиночку. Чтобы никто не мешал, никто не отвлекал, никто не тянул назад. В общем, но все равно, я все равно очень-очень довольна. Скажите мне, вам нравится такая фруктовница? По-моему, она великолепна. Гуляли мы, конечно, не только в центре города. И да, за пределами центра он уже не такой нарядный, не такой парадный, но все равно необыкновенно прекрасен. Смотрите, какие факторы, какие цвета. Хорош. Очень красивый город. КОНЕЦ Конечно, центр города это очень туристическое место. И там очень много художников представляет свои работы. И работа очень разнообразная. Есть и масло, акварели, есть и какие-то шаржи. Ну, в общем, короче говоря, вариантов картин очень много. На любой вкус, на любой кушлек. Очень разнообразные темы. Но, знаете, вот в прошлом году, я уже говорила, что в прошлом году в это же время, там плюс-минус два дня буквально, также мы были с моей старшей племянницей, с Соней, ходили по тем же самым местам. Но, правда, мы с ней посещали другие музеи, потому что она постарше. И также с Соней мы гуляли около Эрмитажа. И также Соней я увидела на улице художника, который продавал свои работы. И, знаете, я тогда не спросила. Мне показалось, что это, наверное, очень дорого. Я даже не стала спрашивать цену. Мне очень понравились. Были картины, написанные маслом, небольшие такие работы. И были балерины. И, знаете, настолько мне эти балерины запали в душу, запали мне в память, что я вот год прошел, я не могла их забыть. И даже более того, я уже посматривала, знаете, может быть, где-то на Авито балерины. Я уже даже купила, покажу вам позже, купила в Зингере открытки. Думала, ну, я, может быть, открытки ставлю в рамки, с паспорту, и будут у меня эти картины с балеринами. И в этот раз мы с Соней там же, около Рометажа, практически вот рядом с набережной, прогуливались. Я смотрю, стоит тот же самый художник с теми же самыми картинами. Ну, вернее, естественно, не с теми же самыми, но в том числе и с балеринами тоже. И я подумала, ну, кто мне запретит спросить цену? Я спросила цену, и оказалось, что это не так уж и страшно, не так уж и дорого. Эти картины были по 3 тысячи, но я подумала, что они же маленькие. И я подумала, что, ну, одну покупать, наверное, нет смысла. Наверное, если покупать, то хотя бы 3, либо 4. То есть, их повесить либо вот так вот 3 в ряд, либо 4 вот по 2 друг на другом. И я у него спросила, если я вдруг куплю, там, у вас 4 штуки, будет ли скидка? Ну, да, он сказал, что да, будет скидка. Поэтому я оптом купила 4 картины за 10 тысяч. Ну, то есть, по 2,5 тысячи получилась одна картина. Я очень довольна. Я так рада. Могла бы купить еще в прошлом году и, в общем-то, не переживала бы целый год по поводу этих картин. Сейчас я вам их покажу. Ну, вот посмотрите, какие красавицы. Они очень небольшие. размеры 18 на 24. Им нужно будет подобрать рамы, но поскольку я еще пока что не решила, где они будут у меня висеть, поэтому и рамы я еще пока что не подбирала, потому что нужно будет тогда, соответственно, и цвет подобрать, и какую-то форму. В общем, очень красивые, очень красивые девочки, девочки-балерины. было сложно выбрать. Вот это мне понравилось сразу, и я под нее уже выбирала компаньонок. На тот момент, когда мы были, у автора было, по-моему, не знаю, может быть, даже около десятка балерин разнообразных. У него была даже плесецкая. Он подписал эту работу. Вот такие. Правда, красивые? Мне кажется, очень. Холст масла. Конечно, когда найду для них место, когда я их повешу, покажу вам обязательно. Ну и чуть ли не самое главное мое приобретение. Вот этот вот парфюм. Я о нем более подробно рассказывала в первой части, в первой серии видео о путешествии в Санкт-Петербург. Это вот парфюм от гильдии парфюмеров «Сивильская фиалка». Я, вот видите, я пользуюсь уже 4 дня только им. Мне очень нравится. Очень. Не знаю, насколько долго я буду любить парфюм. Именно этот. но пока пользуюсь им и мне очень нравится. Если вы пропустились, вы не посмотрели, ссылку на это видео, на первую часть, я вам оставлю в инфобоксе. Мы с Аней посетили парфюмерный бутик. Нам рассказали, так вот, знаете, провели мини-экскурсию по бутику, рассказали про парфюмы. В общем, было очень интересно. Если не смотрели, посмотрите, ссылка в инфобоксе. Ну, а я с удовольствием пользуюсь. И да, очередной раз я вам скажу, что да, все-таки парфюм это прекрасный сувенир с путешествия. Это то, что будет напоминать еще долго о этой поездке и об этом городе. Ну, в общем, это любовь, это правда. Я купила набор открыток. В этот набор входит 16 открыток в Санкт-Петербург в Апарелях. И еще две открытки с балеринами. Вот такие вот красивые. Я купила эти открытки специально для того, чтобы подарить моим зрителям. И 16 плюс 2 получается 18. То есть, я подумала, что я могу подарить 3 набора по 6 открыток трем моим зрителям. Сейчас мы с вами их полистаем. я вам покажу, какие красивые открытки. Я думаю, что вот их вполне можно вставить либо просто в рамку, либо в рамку с паспарту, чтобы, конечно, смотреться еще более эффектно, потому что это же акварельные такие картины. Будет очень красиво. разыграю 3 набора по 6 штук открыток среди моих зрителей канала Яндекс.Зен. вам нужно будет подписаться на мой канал и написать в комментариях под этим видео хочу открытки. И тогда среди участников я разыграю 3 набора и отправлю куда скажете. желательно по России все-таки. Вот так. Были, конечно, еще покупки. Еще кое-что Аня покупала для своих подружек. Там какие-то блокнотики. Она тоже покупала открытки. Она покупала сувениры и родителям. В общем, я не буду сейчас показывать, чтобы Адарьи бы мы раньше времени не обрадовались. Кое-что мы покупали ей тоже в подарок из бижутерии. Какие-то браслетики, какие-то брошки, значки. В общем, всякую мелочевку. Ну, вот это и все. Да, покупок немного, но они все нас очень порадовали. Я вам говорила, когда во вчерашнем видео, что ролик из музея игрушек выйдет на моем втором канале. Но эти слова актуальны для людей, которые смотрят меня на YouTube. То есть на YouTube у меня два канала. У меня есть канал вот этот вот Lifestyle, где вы меня сейчас смотрите. И еще один канал, который у меня считается основным. Канал с мастер-классами, с обзорами выставок. Я сейчас там редко публикую, но там у меня большее количество подписчиков. У меня там больше 70 тысяч подписчиков. Если вы меня смотрите на Дзен, то вас это вообще не касается, потому что на Дзен я выкладываю видео с обоих каналов. В общем, люди, которые подписаны на меня на Дзен, смотрят видео и с тобой, и с другого канала. Знаете, снова стали говорить о том, что YouTube закроют. Такие слухи уже ходили, я не помню, наверное, год или сколько, может быть, два года назад. И тогда я завела канал на Дзен, чтобы, если что, не потеряться. Я вас звала, я вас звала, говорила, приходите, подписывайтесь, чтобы не потеряться. Сейчас заговорили об этом снова, и по всей видимости, это серьезно. И возможно, очень возможно, что с сентября YouTube в России будет закрыт. поэтому я вас в очередной раз хочу пригласить подписаться на меня на Дзен, чтобы не потеряться, потому что это важно. Сейчас у меня на Дзен мало подписчиков, чуть больше двух тысяч. Меня это печалит, потому что, знаете, хочется, когда ты делаешь какую-то работу, хочется обратной связи, хочется, чтобы было просмотров больше, комментариев больше. Поэтому сейчас мне не всегда хочется как-то какую-то активность проявлять на Дзен. Если будет больше подписчиков, конечно, как-то и, наверное, мотивации будет больше. Но, вы знаете, если вы не знакомы с Яндекс.Дзен, я хочу сказать, что у него очень много преимуществ перед YouTube. Почему? Потому что там формат не только видео. Там я могу и видео публиковать, и печатные статей, и посты. Это, во-первых, то есть мы можем с вами встречаться каждый день в разных форматах. И в формате видео, и в форматах просто текста. Во-первых. Во-вторых, там в комментариях можно прикреплять фото. Вот если мы с вами, например, разговариваем, и я не могу вам прокомментировать, и вы мне не можете ответить и показать, что у вас, например, есть. Я там вам говорю, у меня есть вот такая вот вазочка, а вы мне не можете ответить, какая есть у вас. Не можете показать На Дзене вы можете это показать. Почему я сейчас вам об этом заговорила? Потому что я купила набор открыток, я вам говорила, что куплю, наверное, в подарок для своих зрителей. Я купила, и я решила, что я эти открытки подарю не на YouTube, я подарю на Дзен. Разыграем случайным образом среди комментариев моих подписчиков именно на Дзен. Поэтому я вас в очередной раз приглашаю, пожалуйста. Приходите, подписывайтесь, ссылка на Дзен есть у меня в инфобоксе. Давайте не будем теряться, давайте все-таки подумаем о будущем. На этом я закончу свой рассказ о нашем путешествии. Путешествие было коротким, оно пролетело просто мгновенно. Мы очень сильно уставали, мы очень много ходили. Мы в общей сложности прошли, скажу вам, наверное, 70 тысяч шагов за три дня. И впечатлений, конечно, много. И у меня, и особенно, я так думаю, наверное, моя маленькая племянница. Я думаю, что следующее влоговое видео уже из Москвы, уже из дома выйдет буквально через несколько дней. Я думаю, что прямо на этой же неделе. Поэтому прощаюсь с вами ненадолго. Все ссылки будут в инфобоксе. Ссылку на первую часть, на вторую часть. Ссылку на отель, в котором мы останавливались, на Мартин, я вам оставляю в инфобоксе. Напоминаю, напоминаю, что в первом видео я вам публиковала скрин своей карты лояльности, которую вы тоже можете воспользоваться, чтобы получить скидку при бронировании. Ссылку на парфюмерный бутик, в котором я купила этот замечательный сувенир, эту замечательную память о прекрасном городе, с которым я с таким удовольствием пользуюсь, тоже вам оставляю в инфобоксе. И что-то я уже даже немножко охрипло рассказываю вам о своем путешествии. Я с вами прощаюсь. До следующей встречи. Пока. Пока-пока.